Ну вот она наша Венера. Ой ты, получилось. На излёте уже прямо забрался в какую-то тьму таракань под какие-то заборы. Ну вот она Венера. Это уже ветки наверно мешают её снимать. Предыдущие дубли почётче конечно этот месяц виден. И Венера была повышена. Ни в облаках, ни на горизонте. И слоя выставлялась, эта чувствительность пониже, чтобы не так засвечивало. Ну вот у нас мини парад планет. Вот это была Венера. Вон у нас Юпитер. До Венеры 44 миллиона километров до Венера. С вот этими чудесными спутниками. Щас. Щас ребята, щас. Помните о том, что это зима. Штатив в сугробе. Я в сугробе. Всех органов управления, как моэтик и фотоаппарады. Подторможивает. Особенно мозг. Так. Первый идёт спутник Европа. Эй. Где ты? Вот ты. Питер. Ты смотри, сюда ветерочный рост. Даже за гаражом. Вот он идёт. И вон калиста Игорь Немет. Вот всё. Все в сборе. Ну пошли посмотрим на Сатурн. И тогда вся наша Троица будет в комплекте. Так. А где? Вон. Венера ещё видна. Молодец. И теперь от неё, не выпуская её из кадра, вот-вот у нас Юпитер, а между ними Сатурном. Вот он наш красавец. Самый далёкий. Ну в том смысле из тех, что сейчас снимаю объекта. Один миллиард шестьсот миллионов километров дома. Всё. Всё. Уже не слушается меня штатив, ребят. Всё. Ничего не трогают. Это ветер. Ветер шатает штатив. Камеру. Всё. Ничего не трогают. Расшатывает нервы. Но. Что поделаешь. Так. Венера будет до 8 января 2022 года приближаться к Земле. Но её будет видно всё хуже, потому как она будет практически на одной линии с Землей. Мы будем смотреть ей в неосвещённую солнцем спину Венеры. Спина Венеры. 16.59 по Киеву в Харькове. 26 декабря 2021 год. Ну и ладушки. Пошли.